всем привет с вами вновь андрей лов и давайте что-нибудь поделаем фотошопе сегодня у нас дизайн обзор номер 11 где мы я и вы обсуждаем что же произошло интересно в индустрии под названием дизайн за прошедшую неделю сегодня 6 у нас новостей 6 событий напоминаю всем что каждый из вас может зайти в группу вконтакте ссылочку вас есть в описании найти релевантную обсуждалку так и называется предложить тему на дизайн обзор кликайте переходите в самый конец публикуете самые интересные новости просматриваю отбираю самое самое лучше формирую excel таблицу и раз в неделю обсуждаем а иногда и два раза в неделю если у нас все хорошо интересный выпуск иногда он эмоциональный иногда позитивный иногда негативный то вот этот вот прекрасный совенок ловушка довольны и жует бутерброд и все у него классно первая новость сегодня начинаем читаем пишет нам ян привет андрей привет нтс проводит уже год-полтора как эксперимент с фирменным стилем если был дизайн обзор на это то извини я не заметил объясни что классно что плохо было время вы мне прям тоже в личные сообщения все это присылали но как я это проигнорировал наверное потому что мало было информации мало было статистики по таким визуальным рядом и теперь мне есть что сказать я уже прислушайтесь вы или нет это решать вам давайте откроем посмотрим что же у нас здесь есть одно еще откроем сайт посмотрим вот такой вот прекрасный замечательный сайт мтс устроил экспериментальный рембрендинг в соцсетях ради привлечения молодежи в принципе в заголовке уже понятно на что рассчитан визуальный ряд дизайн для кого и для чего давайте внизу посмотрим быстренько глянем непосредственно наши дизайны вот такой у с мтс белый с красным мтс music давайте мы здесь посмотрим ну вот я не знаю какая бы ассоциация может быть это войска мтс хотя очень похоже на краповые береты ну да наверно так себе представляют нас мтс войска хотя возможно может быть это и не войска вот просто их какие-то менеджеры по продажам слушаем музыку без перерыва вот такой визуальный ряд экспериментальный шрифт мтс везде написано экспериментальный экспериментальный мы заигрываем с молодежью смотрим смотрим ниже тоже основной официальный логотип и шрифт мтс также здесь написано каким образом соцсетях происходит общение между менеджерами проекта и собственно обычными пользователя молодежи вот такой тоже сайт есть x.mts.ru давайте его просто пролистаем и посмотрим есть такое понятие в дизайне как целевые аудитории и и вот смотрите зрения вот опять же я никогда не работал с целевой аудитории до 24 до 24 лет все мои клиенты все мои заказы весь мой мир дизайна как сколько там уже пять лет профессионально существует все как правило 28 плюс зачастую там даже 30 32 плюс это прям сразу обговаривали с клиентами и визуальный ряд рассчитан на людей которые на по-другому мир воспринимают вспоминая себя в школе в институте вот ровно также я воспринимал наверное визуальные ряды то есть вот этот дизайн и чем ярче чем ярче чем ярче чем проще тем здоровее поэтому это дизайн он эксплуатирует ноут текущее ожидание молодежи по неким фирменным стилем по цветам яркие агрессивные цвета кучку чести листик масса всего и хорошего и плохого какая-то халтурная травка все мы ставим абсолютно в одну кашу молодежь разберется на эти удивительное дело что вот дети они ну вообще уж такие дети знаете которым там лет по пять по шесть они воспринимают мультики буквально вот только недавно наблюдал как мой племянник выбирает мультики чем более контрастные цвета то есть словно пиксель светлее пиксель темнее ему это больше нравится чем даже какой-то 3d до определенного возраста человек все воспринимает максимально либо вот ярко пестро либо упрощенно либо что называется без царя в голове как у меня и удивительно что когда я это говорю многие начинают агрессировать что странно но вот вы вспомните себя у меня аудитория в том сетом 28 плюс вспомните себя там 16 17 18 20 22 года вот я бы вообще балбесом еще темы вот наверное меня будут это все вот эта кривизна аляпистость яркость также бы работала желание гнаться за трендами желание не выделяться из толпы быть одним из как и сверстники и в любом обществе всегда в молодежи есть условно как бы светлая молодежь есть вот такая темная которая может со временем как бы эволюционировать светлую с более широким разумом как раз когда они эволюционируют для них и визуальный ряды дизайн будет другой а в данном случае абсолютно правильно наверное мне бы поставили задачу а я надеюсь никогда мне такую задачу не поставят мои клиенты разработать что-то для молодежи вот я бы максимально больше стилистик внедрял кучу всяких агрессивных цветов максимально какого-то бреда аляпистости много-много всего называл бы это конечно эксперимент заигрывание с молодежами всякие вот эти вот эффекты это все работает как раз на неокрепшую мы это все здорово у них есть свой мир это замечательно его можно звать мир школьника и студента подростковый мир а есть мир взрослых людей вот я как уже наверное ну минимум лет пять нахожусь как я считаю по крайней в этом мире и мне больше нравится чем и предыдущий который у меня было до 27 лет да может быть многим историю не знают вот до 27 лет я жил без царя в голове и меня все устраивало потом я стал задумываться и менять свою жизнь и я вас удивлю что людей как раз двадцать семь двадцать пять плюс куда больше чем молодежи собственно вот мой дизайн всем и навыки весь мой разум то что я пытаюсь пропагандировать вам показывать он ориентирован на другую целевую аудиторию а вот в этом я не работаю не развиваюсь и самое главное вот это все это очень просто если на полном серьезе думать что такой дизайн он как-то сложно придумываться рисуется это не так делать максимально криво и сближать кривизну куда проще чем наоборот делать что-то хорошее и пытаться что-то хорошее сблизить конечный заряд чтобы ничего не развалилось так что абсолютно классный дизайн для молодежи часть из них вырастет и им потребуется потом другие визуальные да я пока то что они хотят для них это делают ну посмотрите все то же самое самый простой аналог можно с музыкой привести вот вспомнить себя что вы слушали в 16 18 20 лет и сейчас что слушать вот у меня просто земля и небо более того у меня со временем не только чувство вкус сменялось я еще в музыке как бы развивался метам псевдо образование есть какое-то музыкальное я определенные вещи просто до определенной планки даже воспринимать не могу я сразу выключаю так что все в этом мире исходя из вашего развития то же самое дизайн новость номер два знать почитаем павел напишет лов привет привет к ваква парк не так надо причина к ваква парк меняет логотип что думаешь по этому поводу давайте посмотрим сначала их сайт у них замечательно потрясающий сайт он очень сильно соответствует 2019 году то тоже знаете много эффектов хотя тут как раз у нас целевая аудитория вроде как люди семейные все здорово все мигает прекрасные визуальные ряды классная верстка да все замечательно прям сайт который тоже заслуживают посетители данного к ваква парк вот логотип старый то есть он еще сейчас не изменен мы можем посмотреть у нас здесь лягушка которая держит спасательный круг хотя он почему-то синий они белые с красным к ваква парк у нас тоже искажена ну и прикольный такой лягушонок если бы он был конечно прикольный то ли это подросток то ли это ребенок в общем замечательно прекрасно логотип иллюстрация да ну и теперь посмотрим какие же варианты вот собственно победитель сразу мы сейчас его видим номер один квапа парк кваква да не так я читаю кваква парк вот так ну читать радость для всех давайте сразу теперь к вариантам ну такой вот у нас был мне все классно мне прикольно вот как раз вот типичная молодежь который смотрит мтс дизайн вот приблизительно так как наверное том себе и взрослые люди и здесь тоже на даже букве нельзя просто лягушку нарисовать или нужно еще как-то в знаке поиграться мало нам старый логотип это даже спасите помогите меня уносит родители а люди говорят нет спиногрызть давай вперед там отдыхай мы хоть без тебя поживем у него хоть пару часов и того стало ли лучше или хуже ну конечно если мы сравниваем с текущим вариантом то конечно графика чуть стало лучше почему этот знак понравился людям тут можно посмотреть есть голосование голосовал то больше всего проголосовал я именно за первый вариант нет сейчас вариантов эти посмотрим так а где это собственно вариант а вот здесь да можно даже посмотреть ведь у нас за первый вариант 743 голоса потому что здесь эксплуатируются самые часто любимые решения вот обыватели людей там 28 30 плюс что-то в кругу то есть у нас как-то более плотно как кажется заглавные буквы и неважно сколько они там искажаются какие какая-то графика не нужны какие-то точки куча куча всяких штрихов абсолютно разные стиле чем больше якобы лучше вообще вот это такой удел восприятия дизайна задних рядов людей до определен опять же уровне мышления что чем больше всего набросано ну например берем интерьер либо там какую-нибудь машину внутри тоже что сделала чем больше таких стилей там и дерево и пластик и не знаю золото и серебро и что-то над сверху каким-то борщом палить вот это все ну здорово дорого-богато конечном итоге под современные реалии дизайн конечно никак прикольно что конечно не оставили иллюстрацию но как раз хочется перейти ко второму пункту вот всегда то что говорила буду выглядеть но перед тем как что-то рисовать вот я не иллюстратор я работаю с иллюстратором в команде есть иллюстратор который в случае если нужно он подключается но проанализируйте вы что уже есть вот тут только на шатерстоке если зайти посмотреть лягушек кваква лягушек то можно увидеть гигантское количество разных вариантов это буквально перед роликом выбрал несколько вот этот с этого должно все начинаться должно начинать с эскизирования если иллюстратор берется делать иллюстрацию он должен рисовать этот дизайнер в конечном итоге иногда может просто совмещать то иллюстратор вот все должен начать тут уже по рисовке виды насколько интереснее дизайнер точнее иллюстратор он здесь работают с контурами с какими-то эмоциями да с общим сюжетом композиций по отношению к тому что у У нас вот здесь какой-то победитель. И это нужно было рисовать. Дальше есть еще такая техника. То есть некая рисовка. Все будет у нас. Все хочу записать ролик. Начать записывать цикл роликов по иллюстраторам. Уже нашел первых двух иллюстраторов. Которые будем с вами рассматривать. У них есть чему поучиться. Понимаете? Вот сравните рисовку здесь. Да, она другая. Там более милая. То есть тут более все аккуратно сделано. Деликатно, специально гипертрофировано. Там тельце больше, чем лапки. А теперь сравните здесь техническую реализацию. И да, сюжет нужно было сохранить. Например, это подросток, либо ребенок лягушонок. Который скатывается по воде на каком-то там круге. Но как это все реализовано? Да никак. Вот серьезно, мне сейчас не иллюстратору дай нарисовать работу. Вот я эту работу нарисую в первый час. Вот прям приблизительно один в один по уровню. Это означает, что вообще это никак. Если дать это моему иллюстратору нарисовать, Каролине, хотя бы несколько вариантов, чтобы она просто на эскизе сделала, она просто меня разорвет на пух и прах. Именно поэтому есть профессиональные иллюстраторы, есть профессиональные дизайнеры и так далее. И вот когда люди делают вот такой технический уровень, то это работает только на уровне обывателя. Ему это может понравиться. Любой человек, который иллюстрацией занимается хотя бы 2-3 года, я не занимаюсь на нее регулярно просматривать, для него все это, конечно, нелепо и смешно смотреть. Если посмотрите Shutterstock, еще раз, тут есть такие прикольные иллюстрации, разные совершенно, с мимикой, как все это работает. И тут есть такой момент, что вот, например, почему тогда нельзя было по какому-то трэшу, посмотрите, вот прекрасная лягушечка, которая прям попкой смотрит на нас и улыбается, типа, мама, папа, я хочу покататься, купите мне билетик. Да, конечно, в современном мире графики, непосредственно, если мы стремимся к каким-то современным логотипам, то все, конечно, упрощается. Тут вот можно сейчас поскролить, полистать, вот посмотреть какие-то более контурные вещи. И в данном случае абсолютно уместно, что они от этого отказались, то прощение, потому что в истории есть иллюстрация, и ее сохранили, так хорошо. Ну, возьмите просто и нарисуйте хорошо тогда. Если это был конкурс, чтобы непосредственно вот эти вот аудитории, из аудитории кто-то нарисовал, ну, серьезно, вы хотите, чтобы эта работа была вашим лицом, то есть лицом вашей компании, ну, такой себе. Наймите хорошего иллюстратора, их полны, пусть он нарисует хорошие скетчи, и потом, собственно, доведите все это до хорошего результата. Стало ли лучше? Конечно, стало лучше. Является ли это прям окончательной, финальной разработкой, которая могла бы вот прям сейчас, в 19-м году выстроить и сказать, что вау, классно? Нет, конечно же, нужно все это доделывать, а чтобы доделать, нужно найти хорошего иллюстратора. Вот так. Это, в принципе, подход к реализации любого проекта, найти хорошего специалиста. Ну, не знаю, доверили ли вы бы себе ремонт квартиры какой-нибудь бригаде, зайдя в их портфолио, посмотрев, что они делали, если вы видите, что это такое себе, ну, вряд ли бы. Вы захотели всегда, чтобы что-то, что вы делали для вас, было максимально хорошо. Так что всегда ищите хорошего специалиста. Следующий нам вопрос задает. Следующая тема у нас, это регулярный, постоянный поставщик новостей, это Сергей. Привет, Андрей. Привет. Сегодня у нас на повестке дня ребрендеринг. Абсолютно верно, Сергей. Вот ты сделал поправку под этот канал, именно не ребрендинг, а ребрендеринг KC в России. А поправка, есть и такой вариант логотипа. Посмотрел, вроде действительно, есть мысли о том, что это все будет в России именно реализовываться. Пока еще не увидел непосредственно макеты в интернете с фотографиями, но давайте обсудим это как гипотетически, потому что все-таки были бы подтверждения, уже бы я посмотрел в интернете картинки привязанных логотипов, да, но все равно, тем не менее, можно посмотреть. Ребрендинг KFC в России, новый логотип рекламы с полковником Сандерсом. Давайте посмотрим этот новый, видоизмененный логотип и что у нас было, и что он устал. Вот этот логотип 19-го года, этот логотип 18-го года. Они вот дизайнеры, председательство, может быть, это в мире так будет, но мы сейчас говорим только о России. Что они сделали? Они на самом деле просто отрезали плечи и тушку у данного полковника и оставили ему только голову, с его вот это вот прекрасно, уж не знаю точный термин, но будем называть это бабочку, аксессуар, вот так скажем. И вопрос, стало ли лучше либо хуже? Стало в десятки раз хуже, потому что иллюстрация, она как раз не требует упрощения, иллюстрация требует, ее надо вычищать, делать чище, но она не должна по сюжету просаживаться, по общей какой-то пластике восприятия. То есть в данном случае, ну мы видим, собственно, этого полковника, некого старичка, прикольного, более того, тут сделан свет-теневый рисунок, какая-то псевдо 3D реализована, у нас уходят здесь, собственно, вот плечи, есть фартук, мы видим приблизительно, ну как бы закончена абсолютно мысль, неприблизительно законченную, и она еще интересно так сделана в кругу, и да, есть небольшой, конечно, наклон, у нас получается какой-то такой, может быть, тревожный дисбаланс, тем не менее. Единственное, что, может быть, имело бы смысла сделать, это его выровнять, чтобы он по центру смотрелся. Что сейчас сделали, вы просто вот подумайте. Первое, они убирают этот эффект некой 3D-шности, дополнительная контура, потому что здесь все это сделано, вот видите, один блок, второй блок у нас формируют седые волосы, кожа, на коже тоже есть небольшой цвет-теневый рисунок. Они это все убирают, и вот этот весь контур, который сам по себе является только основой иллюстрации, он просто становится нелепым. Без дополнительной информации в этой иллюстрации все это никак не смотрится, но они решают, что так будет лучше. Хорошо, хорошо. Они убирают цвета, это значит, что у нас волосы перетекают в кожу, то есть нет абсолютно никакой графической рисовки, которая бы теперь выделялась, и здесь они еще вот эти вот локоны пытаются как-то обыграть, здесь нет. Они убирают полностью сюжет. Цвета, может быть, корпоративно решили изменить, ну допустим. Но вы посмотрите, насколько это смотрится более целостно с точки зрения иллюстрации. А еще раз, они не стали знак рисовать, они решили иллюстрацию сохранительно упростить. Тот случай, когда иллюстрация не требует упрощения в таком виде, она требует доработки, ее надо сделать более чище. Поэтому абсолютно регресс относительно текущего визуального ряда, токчейн, который и был. И зачем все это делается, для чего, я надеюсь, может быть, правда, это какая-то шутка первоапрельская, всего этого не будет. Это выглядит просто нелепо. Может быть, надо посмотреть, как это будет фирменный стиль, конечно, интегрировано, потому что он что-то придумает. Но то, что вот видим мы сейчас непосредственно, это, конечно, ужасно. Не надо так делать иллюстрации. Новость номер 4. Давайте почитаем. Андрей пишет большой пост. Приветствую вас. Привет. Коллеги и просто любители дизайна. не мог пройти мимо столь наглой спекуляции со стороны всем известной нам компании Mail.ru Group, которая громогласно заявила о запуске первого в России бесплатного сервиса по реставрации фото, основанного на нейросетях. Еще в лохматом 16-м году Андрей сделал отдельный ролик по данной тематике. С тех пор все осталось прежним. На сей момент человека заменить невозможно. Так и есть. Сейчас об этом еще поговорим. Янгереса ради взял три случайных фотографии, требующих реставрации. И можете сами посмотреть во вложение на это с позволения сказать восстановление. Но все бы казалось ничего, если бы не спекуляции Mail.ru Group. Ну слушайте, у нас так устроен бизнес по-русски. Чего вы удивляетесь-то? На теме 9 мая Бессмертного полка. Мне сказать, сервис пригодится для реставрации фото военных лет. Да еще и в галерею Бессмертного полка можно добавить то, что удалось обработать. Мало того, что сейчас очевидно посредственный, но приплетать к этому историческим событиям сервис посредственный мирового значения это уже высшая степень паскудства. А наложение тона и насыщенности у нас теперь называется реставрацией комментариев излишней. Тем не менее, давай посмотрим, покомментируем. Вот такие вот варианты ты сделал, то, что получилось. Нет, ну как бы здорово, знаете, опять же, когда подросток 14-летний, либо ребенок 10-летний, вот я помню себя, в каком я был классе, в 4-м, либо в 5-м, ходил в художественную школу, рисовалом и рисунки родители вешали на стенах дома и на холодильнике. Радовались, что их чадо развивается. Здорово, конечно, когда есть люди, которые что-то делают, у них, конечно, улучшение относительно исходных данных получается, но это абсолютно, конечно, нерелевантно к какому-то хорошему уровню. Это что-то такое, вот знаете, если 0, 0 это вот вообще ничего нет, 100 это очень хороший результат, ну тут процентов, ну 30 может быть, да, может быть 40. как-то рандомно покрашено, что-то убрано, что-то нет. Это все замечательно, то есть нейросети должны развиваться, кто его знает, может быть лет через 50 они что-нибудь нормальное наконец-то сделают, но пока все это вот как вот подростки играются и все радуются, что они развиваются. Ну ничего, конечно, путного здесь на каком-то качественном уровне мы не получаем. Давайте сравнение, ну посмотрим, во-первых, новость прочитаем, что действительно она есть, вот на Mail.ru запускается бесплатно онлайн-сервис реставрации архивных фотографий. Было бы странно, если бы вы еще это платно сделали на таком уровне, это прям было очень смешно. Но нужно добавить, то есть бесплатно привлечь к этому внимание, а то, что это вообще не работает, ну это вопрос номер два. Неужели вы серьезно думаете, что люди в возрасте, которые хотят фотографии отреставрировать своих предков либо свои, вот так халтурно захотят реставрировать свои фотографии? Если посмотреть в интернете альтернативные варианты, каким образом именно ретушеры профессиональные все это делают, то вы видите просто небо и земля. Такая работа может на фрилансе стоить 500 рублей тысяча. Вот у вас есть ваш предок, либо вы сами, вот вы хотите свою фотографию сделать максимально классно. Неужели вы пожалеете 500 рублей либо 1000, чтобы сделать хороший вменяемый результат, а не вот это вот? Это просто смешно и нелепо. Так что даже близко еще все эти нейросети не подобрались к тому, что делают люди, то что еще раз, люди, они могут рисовать, они непосредственно понимают, где же нужно изменить под задачу. Потому что мы мысли, мы оцениваем, мы абсолютно по-другому воспринимаем визуальный ряд. Мне очень понравилось, как моя ученица из группы сказала фразу, что нейросети никогда не смогут научиться в облачке видеть зайчика. Вот мне это очень мысль понравилась, этим мы отличаемся от машин. Ну и в конечном итоге, да, действительно, было видео в свое время, оно было, насколько давно, давайте даже посмотрим, давайте здесь выключим звук, 30 июля 2016 года, ну там, три года назад, считайте. Ничего в тот момент не поменялось, программы умеют стилизовать, да, замечают, они стилизуют, абсолютно рандомные, каждый раз, когда вы делаете генератор, у вас появляется новая стилистика. Программы не умеют ничего делать под задачу, не научатся, с моей точки зрения, еще в ближайшие лет 20-50. Так что расслабьтесь. Нет, конечно, у меня есть очень много ребят, которые прям на технике фоматита, они доказывают спиннерта, что тебя они там все быстро из индустрии выжмут лов. Я говорю, давайте, ребят, покажите. Пока ВОЗ и на не там, сколько роликов не записывал, даже близко эта индустрия в дизайне не приблизилась даже к самому дилетантскому уровню на уровне ретуши либо дизайну. Так что расслабьтесь, встретимся с вами еще через 20,5-3 года и посмотрим, когда же на рестнике хоть что-то нормальное, вменяемое смогут сделать дизайн. А пока это все здорово, все это развивается, это должно быть. Безусловно, это нужно вкладывать в бюджеты, деньги. Может быть, когда-нибудь мы доживем до вменяемого уровня и результата. Новость номер 5. Давайте ее почитаем. Том нам пишет. Привет, Андрей. Привет. Оцени, пожалуйста, новый дизайн 5-го ВК-фест. Мне кажется, даже в прошлом году было лучше. Давай посмотрим. Все то же самое мы сегодня с этого начинали. Все вот эти вот фесты, безусловно, они все-таки делаются для целевой аудитории, для молодежи. Основная часть людей, которые туда пойдут, это школьники и студенты. Можете, конечно, и поспорить в комментариях, но вообще, сети и меры интернета, это прежде всего как раз молодежь. Ну, как минимум, те люди, у которых достаточно много свободного времени. Все-таки человек 30+, у него куча-куча дел. Это не только обязательно семья, это вообще очень много борьбы с этим внешним миром, чтобы чего-то много добиться, достичь чего-то, получить лучшее качество жизни, которое было относительно вчерашнего дня. Здесь же все делается, конечно, для более молодых. И тут то же самое. Все эксплуатируется, исходя из ожиданий от самой аудитории. То есть яркие цвета, трендовенько, максимальное количество стилей, где-то криво, где-то обводка, где-то тиражирование, то есть трендовое и того же. Это ровно то, что нужно современной молодежи, чтобы они это считали. Это не дизайн для людей 28-30+. И сравнивать их это иногда бессмысленно. Мне всегда умиляет, когда такой дизайн делается для людей 30+. Это всегда очень забавно выглядит. А то, что молодежь там условно от 16 до 24 лет, а для меня это все молодежь, а я вообще сам был молодежью, мне кажется, до 27 лет, это все абсолютно прикольно. То есть у вас есть какая-то растровая контента, куча цветов, желтый какой-то такой, приглушенный, красный, розовый, тут этот цвет Тиффани, или как его девушка называет, с розовым контуром. Абсолютно куча стилей, куча всего. Это будет работать на молодежь. На взрослую аудиторию это не будет работать. Взрослой аудитории нужен более разумный, более, ну не продвинутый дизайн, но где меньше вот этих читов, меньше эксплуатации на уровне каких-то цветов и графики и больше осознанного какого-то контента, растрового, векторного какого-то предложения и более сбалансированной типографикой, не куча всего, напихано, накидано, авось пойдет. Хороший дизайн еще раз для целевой аудитории, для участников ВК-феста, всех вот этих групп ВКонтакте. Если бы мне поставили задачу разработать дизайн для молодежи, вот по этому пути я бы пошел. Эфирный стиль я бы изначально бы сделал относительно ярких кричащих цветов, разных шрифтов, причем один бы абсолютно кривой я бы сделал, другой менее кривой, заглавные буквы были бы маленькие, я бы наоборот специально вот эту всю кривизну разносил бы и превносил бы в апогей, чтобы она работала в глазах именно аудитории 24 плюса. Но то, что делаю я, конечно, и то, что от меня ожидают мои клиенты на коммерческой основе, совершенно не это, потому что они даже это рассматривать не будут, то есть люди 30 плюс мыслятся совершенно по-другому. А уж когда я начинаю общаться с людьми 40 плюс, я всегда спрашиваю, вы мне объясните, как вы этот мир выглядите, потому что только к чему я пришел, опять же, за последние 5 лет индустрии дизайна, вот практически каждые 3 года вы меняете все в своей жизни, в плане мышления, чувства вкуса. И когда я начинаю общаться с новым клиентом, я у него спрашиваю, вы мне расскажите, как вы видите этот мир, как видит мир ваша цель аудитории, а я послушаю, особенно если человек 45 плюс 47. Мы вообще с ним иногда просто в разных мирах, но я понимаю, что я под него должен рисовать. Я его сижу, выслушаю, задаю вопросы, рисую, пытаюсь к этому уровню прийти, в том числе к его чувству вкуса, к его мышлению в этих годах. Это, конечно, то, что я прошел, мне там проще делать на определенные дизайны, 27, 30, может быть даже 35. А вот 40 плюс я там уже теряюсь, поэтому я слушаю сначала клиента, только потом рисую. Не думайте, что а сейчас я вам сделаю, как я знаю, я умею, я же дизайнер. Нет, послушайте людей, которые старше вас и по-другому не распринимают. А уж люди 50 плюс, это просто вообще как будто Венера. То, как люди мыслят, 50 плюс, это вот целый хочется ролик записать по визуальным рядам. У меня есть клиенты, генеральные директора, там 55, 56, там просто невероятно не хотят. Но это такой, знаете, дизайн 90-х, 2000-х, но даже иногда они там потом привносят референсы какие-то современные. Получается, конечно, очень весело. Последняя новость на сегодня, шестая, Егор нам пишет. Привет, привет, Facebook обновил логотип. Facebook еще у нас дизайн обновил, но логотип тоже. Давайте посмотрим. Да, действительно, у нас если зайти на официальный ресурс российского подразделения Facebook, можно увидеть, что у нас поменялся логотип. По нему можно накликнуть, его можно скачать, оценить, посмотреть. Давайте же посмотрим сравнение, что они, что было, что стало. Поменяли цвет, абсолютно, я считаю, разумно. Я, в принципе, их цвет уже был, ну, сколько он времени удержался. Сделали более ярким. Очень, опять же, идейно, по отношению к развивающему миру дизайну. То есть, все-таки от пастельных каких-то прелушенных цветов приходят к более ярким, опять же, к проще вейбе использовать, да и в полиграфии тоже. А вот по графике молодцы. Ну, то, что поставили круг относительно прямоугольных и скруглений, да, опять же, более, как бы, так сказать, законченно, лаконично смотрится, как бы фигура недожатая. Здесь надо дожимать либо до квадрата, да, то есть, либо скруглять. Именно поэтому я вот эти скругления не люблю. Я всегда сторонник двухкрайностей в графике, либо круг, либо квадрат. А вот как буквы нарисовали, вот это прям молодцы. Здесь, если посмотреть, например, внутренний радиус скругления очень маленький по отношению к внешнему. Вот тут получается зауженная часть нет баланса. Здесь молодец дизайнер, который все это рисовал, он сделал более гармоничное скругление внешнего и внутреннего радиуса. Получилось очень красиво. Используют то же самое решение, которое было с правой стороны выноски. То есть, это вот линия среза, даже ее сделали может быть чуть меньше, тем самым динамику чуть-чуть сократили. Но тут буква F специально заузили, потому что если бы сделали бы здесь толстый вынос, она бы по контрасту бы очень спорилась с основной вот этим штрихом. Поэтому очень правильно, очень умно сделано, что здесь чуть-чуть все-таки заужен. То есть, здесь выходит в прямую, а здесь по скруглению чуть-чуть меньше как бы визуально уменьшаем. Абсолютно замечательно, отлично. Вполне возможно, имел бы смысл саму букву F еще левее сдвинуть, потому что у нас правая часть все-таки доминирует над левой. Здесь понятно, что по центру пытались поставить, но может быть чуть-чуть левее еще буквы F можно было бы откинуть. Вот так как нужно обращаться к своим брендам, любить свою историю, сидеть вот этих в мелочах, рисовать, рисовать разные варианты и приходить в хорошем визуальном ряду. Ну, поздравляю, Фейсбук, перенепланировать это всей. Молодцы, молодцы, что задумались наконец-то над дизайном, давно пора своего мирового ресурса. Наконец-то все это сделали, поменяли также аккуратненько, деликатненько логотип. Молодцы, вот для 2015 года абсолютно прекрасная и шикарная разработка. Ну и в конце, по традиции, у нас это рандомный лайк. Давайте посмотрим, сколько же мы налайкали к прошлой работе. У нас, как я помню, была девушка, видите, Potato и Potato. Уж не знаю, как это правильно называть. У нас 59 лайков, 22 комментарии. Ребят, ну мало, ну переходите вы по ссылочке, лайкайте наших коллег со всего мира. Сегодня мы будем пользоваться Эсом. Анжелина написала, прям твой текст сегодня будем использовать. Куда мы сегодня с вами поедем? В какой же город, что будем смотреть? Все творческие области. Давайте мы сегодня как раз посмотрим иллюстрацию, раз уж сегодня не говорим об иллюстрациях. Их и посмотрим еще раз. Выставлен? Нет, нам нужно самый недавний. Весь мир, по-честному, закрывая глаза и начинаем скроллить, 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 скроллить. Есть. И едем мы сегодня с вами в Люксембург, очень небольшой город, страну. Так что поехали. У нас сегодня с вами 11 дизайн-обзор. Мы читаем 11 работу. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, есть. А11 есть. Фэшн-иллюстратор. Замечательно. Сара Барас. Всего лишь у нас три просмотра, ноль комментариев. Ребят, вы знаете, что делать. Нужно поддержать нашего коллегу Сару. Что тут? Здорово. Вот это непонятно, то ли это крылышки, то ли это зайчик. Ну, вот иллюстрация. Еще такой макапчик интересный сделанный. Такой. Хорошо. Так. Тоже неплохо. Летящей походкой. А, всего две картинки. Ну, конечно, нижняя так. А как она так ноги скрестила? Да нет, неплохо. Ну, вот, собственно, тоже стиль. А здесь-то понятно, динамика есть, нога уводит. А здесь почему эта динамика есть? То ли так кровавленные следы, которые стекают по ноге. Неважно. У женщин два и тогда эти дни, может быть, как раз Сара пыталась отразить какое-то такое внутреннее переживание в этом состоянии. Хорошие работы. Ставим лайк, репостим. В общем, комментируем, пишем. У нас 22.009. Ребята, апрель. Прям вот буквально свежая работа. Поэтому пишем, переходим по ссылочке и публикуем комментарий. Я даже третий высыхательный знак тоже поставил. Нужно поддерживать абсолютно все начинания. Со временем мы все прогрессируем. Наша работа становится лучше. Это нормально. Если вы год назад рисовали так же, как год сейчас, как год сейчас, как сейчас для вас год прошел впустую. Постарайтесь всегда растить самим над собой. Подвергайтесь сомнению все ваши устои. Находите новые диапазоны, но тем не менее, под конкретную задачу выбирайте лучшее решение. Не то, что хочется вам, просто потому, что вам это нравится. Вот такой у нас сегодня получился дизайн-обзор номер 11. Еще раз всех вас жду на следующем дизайн-обзоре 12. Поэтому переходите по ссылочке, пишите ваши новости. Будем регулярно с вами все это обсуждать. На сегодня это все. С вами был Андрей Лов. Всем пока.